Достраивание до параллелограммы. Эта история очень простая, но она часто используется при решении задач. Как только есть диана, так чаще всего нужно использовать вот это замечательное дополнительное построение. Итак, условия 7-7 задачи. Есть треугольник АВС, в котором из вершины А проведена медиана. АМ. Медиана, это значит, что М середина стороны ВС. АМ-Медиана. Докажите, что если вы ее продлите на ее длину, и соедините полученную точку с точками В и С, то получится фигура, которая называется параллелограмма. Скажите, пожалуйста, это почему? Отличается? Отличается способом рассказывать условия. Смотрите, здесь нам с самого начала сказали. Нарисован четырехугольник, и в нем так случилось, что вот эти отрезки равны, и эти отрезки равны. А здесь нам объясняют. Взяли треугольник, в нем поделили сторону пополам, после этого продлили на такую же длину. Ребята, это просто способ рассказывать одно и то же условия по-разному. Здесь сказали, что начали с четырехугольника, а здесь начали с треугольника, но потом его достроили. Разумеется, фактически тоже самое. Отлично. Теперь, следующая задача, девятьдесят восьмая. Треугольники. Слушайте, опять то же самое. Я не буду ее вам рассказывать. Это он третий раз объясняет ровно то же самое, что уже было. Все. Теперь, семьдесят девятая задача. Опять, танк совершенно произволен треугольник. Со сторонами А и В, это вершины С. Точка М, это середина стороны АВ. Вот этот вот отрезок обозначает кубы М. Итак, отрезок СМ, это М маленькая. Докажите, что М меньше, чем полусумма чисел А и В. Докажите, что М меньше, чем полусумма чисел А и В. Понимаете, что такое? Длина медианы треугольника не превосходит половины суммы длин сторон, между которыми она заключена. Итак, есть треугольник, шанс, международная медиана, длины М и стороны А и В. Доказать вот такое неравенство. М меньше, чем А плюс В пола. Ну, тут я вам точно не помощник, задача очень простая. Погу сказать, что если он совершенно не позволит, то я понимаю, что это медиана, или чем она стоит? Это плюс В. Чем в сторонах, в которой медиана проведена. Да, бывает. Но это нас совершенно не интересует, потому что сторона С в это неравенство вообще никак не вошла. Она бывает, скажем, длиннее, чем сторона А. Да, бывает. Но тогда сторона В будет очень длинная. Она бывает длиннее, чем В, но тогда А будет очень длинная. Нет, 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 вы не думайте. Задача верна. А мы должны продолжить В. Мы ничего никому не должны. Мы можем продолжить. Продолжить, давайте. Я беру и продолжаю. Вот этот вот отрезок откладываю сюда. Из-за того, что это была медиана, вот эти равняются. Из-за того, что вы сейчас откладываете, вот эти равняются. Получается фигура, которая как называется? А, парень. А, значит, и что? И теперь мы примем, что это треугольник. Да. А, значит, очень важно. Вот эти два противоположных треугольника, что? Которые это, значит, здесь А. Вот эти два треугольника тоже, значит, здесь В. И каким неравистым треугольником вы вызываете пользоваться? Что В больше чем В? Ну, 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 нет. Что вот это плюс вот это больше вот этого. Здесь А, здесь В. А вот здесь вот сколько у нас? Два Э. Путь по треугольник, ну, да, значит, волоконный, длиннее, чем по прямой. Это называется треугольник треугольника. Знаете, что это? Ребята, получилось доказательство нерависта. Треугольник превратился в параллелограмму. Соответственно, противоположные стороны равны. И считается, что увольненные ветераны меньше, чем на треугольник. Продолжение следует...